Вот я сейчас... Все понятно. Я демонстрирую. Так. Меня видно? Да, тебя видно, текст видно, все нормально. Отлично. Так, ну давайте поговорим о недельном разделе «Шлах» книги Бомедбар. И я хочу начать с очень известного сюжета о разведке Эритс-Истраэля, Эритс-Кнан, но немножечко под другим углом зрения. Значит, и говорил Ашем Маше Сказаб. В чем смысл этого обращения Всевышнему к Маше? Значит, говорят наши комментаторы, что, так сказать, вот эту вот довольно стандартную фразу, которая повторяется во многих местах, в данном месте надо читать так. Маше внимание. Мы подошли к цели нашего путешествия. Еще шаг вперед, и это будет та самая земля Израиля, которая предназначена для поселения еврейского народа. Соответственно, остановись, вдох-выдох и прими соответствующее решение по завоеванию земли Израиля. И далее вторая, не очень понятная фраза, на которую есть очень много комментариев. Пошли себе мужей и разведают страну Кнаан, которую я даю сынам Израиля. Мужа одного, мужа одного для колена отцовых пошлите, всякого носи среди них. Ну и послал их машин. Значит, смотрите, что интересно во втором пусуке. Во-первых, не сказано разведать страну Кнаан, которая предназначена для Израиля, в которой когда-то будет жить Израиль. Таких слов нет. Которую я даю сынам Израиля. Я с большой буквы. То есть все, ребята, я Всевышний даю вам эту землю. То есть разведка не может заниматься вопросом или да, или нет, или как. Значит, я даю эту землю. И как бы за последние, так сказать, вот несколько месяцев, которые прошли, когда мы еще в Египте готовились к исходу, а потом сам исход, а потом то, что происходило после исхода, вплоть до дарования Тары, мы уже отучились сомневаться. Если Всевышний сказал, что он дает, значит, он дает. Все. Разговор закрыл. И самое интересное. Пошли себе мужей. Что значит пошли себе? Пошли ты? Или пошли там для себя, по своему желанию? Для того, чтобы с этим разобраться, полезно взять книгу дворин, следующую книгу, пятую книгу двора, потому что там этот сюжет описывается еще раз. И там Маше говорит следующее. И подошли вы ко мне и потребовали организовать разведку. То есть сыны Израиля обратились к Маше. Маше, да, мы понимаем, что впереди земля Кнаана, это земля наша, все хорошо, но давай организуем разведку. И тогда можно вот этот вот второй пасок представить себе так, что Всевышний говорит Маше. Если ты считаешь нужным ответить на пожелания трудящихся, тогда посылай. Хорошо. И дальше впервые дается такое очень подробное указание, кого надо посылать. Во-первых, надо послать по одному представителю колена. Логика. Впереди завоевание земли Израиля. Это будет дело общенациональное. Значит, все должны сделать вывод, как мы это будем. Значит, мало того, что по одному представителю, так еще они должны быть на силе. То есть руководители колен того времени. Значит, вот они должны быть посланы на разведку. Все мужи, главы сыновой в Израиле. Значит, и дальше, по завершении рода, соответственно, как вы понимаете, их должно быть 12 человек. И вот эти 12 человек отправляются в разведку. Я не буду сейчас говорить о сюжете, я хочу говорить о другом. По завершении разведки, когда они возвращаются в пустыню Парану, происходит демократическое решение вопроса. Разведчики, которые все видели примерно одно и то же. Можно предположить, что там, в земле Израиля, один пошел туда, другой пошел туда, потом все вместе где-то встретились. Возможный вариант. Но, в принципе, они более или менее видели одно и то же. И дальше эти разведчики принимают внутри себя вполне демократическое решение, что будем делать. Так сказать, перед тем, как рассказать народу. Сначала они рассказывают Маше фактологию. Земля хорошая, города большие, плоды великолепные, стены укрепленные, великаны страшные. Рассказывают все факты. А потом разведчики решают, что делать. И вот голоса разделились. Десять против двух. Двое. Йовошуа бен Нун и Калев бен Яфуне. Говорят, что да, все отлично. Мы все посмотрели. Пошли завоевывать землю. Все просто и понятно. Остальные десять. Вот мужи, которые поднимались с ним, сказали. Не сможем подняться к народу, то есть к народу, населяющему землю, к нам, потому что сильнее он нас. Итак, решение принимается десятью голосами против двух. Интересно, что цифра десять в Торе – это очень непростая цифра. Значит, как сказано, и там, где десять, там я среди них. Вот десять – это минимальная численность правильной общины Израиля, пригодной для молитвы, пригодной для любого дела. То есть десять – это квалифицированное большинство. Если бы там голоса разложились семь против пяти или что-то в этом роде, это был бы еще вопрос. Но десять – это квалифицированное большинство. Это однозначно решение. И вот демократическим путем, вполне демократическим, принимается решение остаться в пустыне. Мы не можем сейчас зайти в землю Израиля. Ну и Всевышний говорит – хорошо, если вы так, значит так. Значит, вы все останетесь в пустыне и все умрете в пустыне. Мы видим демократический способ принятия решения, в чем здесь явно представительская демократия. Это не прямая демократия, весь народ не голосовал, но каждое колено посылает своего яркого представителя. И вот это вот представительный орган как бы всех колен Израиля принимает такое решение. Принимается оно демократически 10 против 2. Интересно отметить, что в истории нашего народа это уже второе решение. Когда было первое подобное демократическое решение 10 против 2? Никто не помнит? Вопрос. Вопрос залов. Когда было первое решение? Такое. Ладно, не будем тянуть время. Первое такое решение – это был суд братьев над Йосефом. Когда Йосеф пришел к братьям в район Датана, и братья увидели, значит, это книга Берешет, история продажи Йосефа в Египет. Братья увидели Йосефа и сели совещаться, что с ним делать. Я не буду сейчас говорить из каких соображений, но 10 братьев принимают согласованное решение. И, так сказать, сначала была идея Йосефа убить, потом, так сказать, благодаря мнению Раувена решили его не убивать. Но так или иначе связали, бросили в яму, там всякие были ужасы. Опять решение принято демократическим способом. И опять это решение, да, потом Йосеф будет говорить, не волнуйтесь, это была программа Всевышнего, чтобы я вовремя оказался в Египте, чтобы я спас вас от голода и так далее, и так далее. Но для читателя Торы чисто эмоционально в этот момент данное демократическое решение кажется совершенно ужасным. Чисто демократически братья связывают брата и продают его в египетское рабство. Ну, точнее, там, медианским купцам, которые потом его продадут в Египте. То есть, к чему я привел эти два примера? Вообще говоря, то, что решение принимается демократическим путем, из этого вовсе не следует, что это решение хорошее. Что значит демократическое? Голосование. Демократия, когда появился термин демократия? Времена братьев Йосефа? Ну, смотри. Во времена братьев Йосефа. Давайте сейчас попробуем посмотреть, как было устроено управление еврейским народом исторически. Как это все развивалось. Значит, начинаем с того, что вся книга Берешит – это история семейных отношений. Значит, сначала идет такое семейное, идет племенное управление. Значит, причем на уровне семьи есть у нас три парадигмы внутри семейных отношений. В паре Авраам-Сара – Сара ведущая, Авраам ведомый в области семейных отношений. В паре Ицхак-Ривка – паритетное начало, когда Ицхак и Ривка обсуждают между собой, как управлять семьей. В семье Яакова – Яаков бесспорный лидер. Жены, слушайте, что я вам сейчас скажу и так далее. И наряду вот с этими патриархально-семейными племенными в каком-то степени отношениями возникает первая городская организация, про которую мы знаем в Торе – город Сдом. А в чем суть вот такой городской организации города-государства? А суть в том, что в этом городе живут люди, не являющиеся родственниками. То есть, если имеется кочующее род или племя, то все его члены, как правило, 99,9%, являются в той или иной степени родственниками. Между ними есть определенные связи. А вот в городе живут разные люди. И понятно, что в Сдоме, скажем, Лот является вполне полноправным жителем города, но он явно не родственник Сдомцев. И вот семья Лота живет в городе. Более того, каким-то способом Лота избирают судьей. Он, так сказать, занимает общественный пост. Но никаких родственных связей у Лота со Сдомцами нет. Это совершенно другой стиль отношений. Так вот, интересно отметить, что в торговле Авраама со Всевышним за спасение Сдома, торговля останавливается на цифре 10. То есть, для того, чтобы город устоял и не был уничтожен, в городе должно быть, как минимум, вот эти самые 10 праведников, которые обеспечат функционирование города. Хорошо. Так вот, начиная с сыновей Якова, мы переходим от чисто семейной модели управления на модель национальную. Вот 12 сыновей – это уже 12 колен. И вот они, 10 из 12, Беньямина с ними нет, значит, есть ЕСЭФ и 10. Они его судят. И поскольку это 10, то решение этого суда исполняется на этом самом месте. Дальше. В рамках египетской цивилизации мы рождаемся. И вся книга Шмот посвящена рождению народа. Когда мы живем в Египте, мы умножились очень-очень и заполнили Египет. И нас много. И вот в этом нашем множестве, во-первых, сохраняется племенная система колен. То есть, евреи, живущие в Египте, да, они в Египте сначала так живут, хорошо живут, потом оказываются в рабстве, неважно. Но они помнят, кто из какого колена. Вот это сохраняется. Структура социальная. И далее начинается встраиваемость такая вот. Евреи встраиваются в египетскую администрацию. То есть, есть некие бригадиры и надсмотрщики. Причем комментаторы говорят, что надсмотрщики это были египтяне, так сказать, те, кто управляли. А бригадиры это уже были некая внутриеврейская структура организатора работ, да. То есть, и египетская администрация, и свои организаторы. Значит, и рождается новая, тоже вполне такая выборная демократическая структура 70 столейшин. И рождается эта структура в Египте. Потом, позже, эти 70 старейшин превратятся в первый Сангедрин. Это будет гораздо позже, так сказать, все. А пока что, когда Мошер приходит в Египет освобождать народ, то эти 70 старейшин – те первые люди, к которым он обращается. То есть, есть некий коллективный руководящий орган, с которым можно поговорить. Дальше. Перед исходом происходит усложнение социальной структуры народа. Заповедь исхода требует ее выполнения, организованно так, чтобы евреи, во-первых, четко разобрались, кто относится к какой семье. Это самая сильная, самая крепкая социальная ячейка общества. А во-вторых, чтобы возникло понятие общины. Это вот несколько семей, живущих рядом. Поскольку ягненка невозможно съесть небольшой семьей, значит, надо рассчитаться на ягненка. То есть, люди делятся вот по соседским отношениям. Возникает некая община. Хорошо. И дальше, когда мы выходим из Египта, то вот эта достаточно слабая социальная структура не позволяет даже понять, а сколько нас вышло из Египта. И Тора говорит, так, примерно около 600 тысяч пешек. То есть, это еще очень слабая социальная структура, не позволяющая понять, а кто мы, что мы и сколько нас. Около 600 тысяч примерно. Дальше. Когда мы подходим к Синаилу, то приходит к нам ИТРО и дает совет Маше об организации такой, по-современному бы сказать, вертикали власти. Некой судебной системы. То есть, когда в каждом колене, помимо носи руководителя колена, надо выделить тысячников, тех, кто управляет тысячей, тех, кто управляет сотней, пятидесятка, пятьюдесятью и десятью. То есть, возникает такая пирамидальная система, которая, очевидно, является для нас вполне понятной. И ИТРО посоветовал не то, что что-то такое заумное нам непонятно. Нет, эта система вполне себе похожа на то, с чем мы сталкивались в самом Египте. И вот когда сделали вот эту систему судебно-исполнительной власти, то через некоторое время провели точный пересчет. Раз мы имеем вот такую пирамидальную систему, значит, удалось точно посчитать. Но пересчетом занимается один человек, точнее двое. Маше Саарон занимается пересчетом. И получилось 603 тысячи пятьсот пятьдесят пеших воинов. Женщины и детей не считают. Дальше. Вся книга Ваикра не занимается социальной структурой еврейского народа. И не занимается системой руководства. А занимается чем-то другим. Она занимается созданием объединяющих национальных символов, выработкой национальных ценностей. Значит, система управления, будь она демократическая, авторитарная, монархическая, какая хотите, это только инструмент. Народ делится и держится вот вместе, потому что есть какие-то общенациональные понятия и общенациональные ценности. И вот всему этому посвящена книга Ваикра. И это, между прочим, если мы с обниманием посмотрим на историю Средневековья, Нового времени, когда рождались национальные государства, когда были монархии, были империи, были княжества, были демократии, были республики. Так вот, рождение демократических государств в новое время, оно шло параллельно рождению наций. То есть переход от системы имперской, монархической, авторитарной к системе демократической сопровождался еще рождением наций. И основные европейские нации, вообще говоря, родились достаточно поздно, уже в новое время. В средние века разделение по религиям было, разделение по нациям не очень. Хорошо. И вот теперь мы дошли до нашей книги Бамедбар. Сейчас мы благополучно вернемся в наш раздел. Смотрите. Книга Бамедбар начинается очередным пересчетом народа. Только особенностью этого пересчета. Мы об этом говорили три недели назад. Впервые создана избирательная комиссия. Пересчет делается с помощью комиссии, сделанной из представителей всех колен. Как говорил товарищ Сталин, важно не то, как голосуют, а то, как считают. Так вот, впервые в истории мы видим избирательную комиссию для пересчета. Усложняется социальная структура. То есть помимо вот этой вот пирамиды судебно-исполнительной власти, помимо колен возникают еще лагеря объединения трех колен. То есть есть вот четыре лагеря, которые таким крестом располагаются на стоянке и в центре лагеря левитов, в центре которого мышка. Усложняется социальная структура народа. Наконец, возникает первый сангедрин, первый орган коллективного руководства. Вот те 70 старейшин, которые первый раз появились еще в книге Шмот, сейчас Всевышний говорит, собери мне 70 человек и я уделю им от духа своего и они будут тебе помогать в руководстве народом. Появляется орган коллективного демократического руководства. Ну почему демократического? Сори, я знаю, демократического. Никакого народа здесь нет. Всевышний сказал, сделай так-то. Было собрано это орган, но народ никого не выбирал. Народ, во-первых, сангедрин, он в дальнейшем будет кооптироваться. Его никогда не будут выбирать. Но сангедрин внутри себя принимает решение голосованием, где каждый должен сказать за это. Юр, я не против, но просто, по-моему, вот это педалирование слова демократии, я понимаю, как бы идеологическую направленность. Демократия никого отношения не имеет, просто решения принимаются большинством, если они принимаются большинством голосов. Но к демократии это не имеет никого отношения, мне так кажется. Договорились. Твой подход я принимаю. Окей. Договорились. Одно другому не мешает. Идем дальше. Значит, про разведку я уже сказал сначала, что, скажем, разведчики принимали решение большинством голосов. Результат был отрицательным. Так вот, то, что я хотел сказать в итоге, что вот есть у нас сейчас такой троп, что ли, в нашей политике. Государство Израиль должно быть еврейским или демократическим. Или еврейским и демократическим. И на эту тему пишутся статьи, ведутся споры и все, что хотите. Так вот, я хочу сказать, что демократия это только процедура. Это все равно, что, ну, я не знаю, есть художник-график. Вот графическая живопись – это только какой-то вот метод живописи. Там черно-белый, там карандашом или углем или что-то еще. Не знаю, я не художник. Но дальше что он рисует вот этим методом? Он может быть баталист, он может быть там бытовик, он может быть пейзажист и так далее, и так далее. И методом живописным, которым он пользуется, этим методом можно рисовать разные картины. Так вот, демократия – это только процедура. И слово «демократия» еще не обещает, что это будет правильное, справедливое, хорошее государство. Что эта процедура должна соответствовать принятым ценностям, институтам и ограничениям. И вот эти самые наши национальные ценности, которые формировала книга «Шмот» и книговая икра, они предшествуют структуре государства. Они предшествуют организации управления государством. И очень не случайно, например, сказано, что да, вы можете себе в рамках еврейского государства выбрать царя. Заходите поставить себе царя, поставите царя – нет вопроса. Но этот царь должен при подготовке к своей коронации написать себе два свитка Торы. С оригинала сделать два списка, один положить в сокровищницу царскую и один постоянно носить с собой, чтобы любое решение царя основывалось на законах, записанных в Торы. То есть система монархии, ограниченной монархии, какой хотите монархии, должна базироваться на наших национальных ценностях. Система демократии должна базироваться на наших национальных ценностях. Поэтому вот эта вот дихотомия еврейская или демократическая, она является совершенно уводящей в сторону от идеи. Мне так кажется. Ну и я просто напоминаю, что Тора нам рассказывает о разделении властей, о системе сдержек и противовесов, что есть вот этот самый Сен-Ядрин, вторая производная от Совета 70-старейшим, и он вполне автономен в своей судебной и законодательной деятельности. Он не пополняется путем всенародных выборов. Он пополняется путем кооптации специалистов, причем имеющийся состав Сен-Ядрина. Это как бы еще и ученый совет, который ищет среди молодых людей тех, кто достаточно подготовлен, чтобы стать кандидатом в члены Сен-Ядрина. То есть это такое вот типа того, как ученый совет, присваивая ученые степени, тем самым кооптирует членов научного сообщества. Есть вторая ветвь власти. Это главный коин, который избирается, да, избирается, но не всем народам Израиля, а только среди коинов. Есть некая у нас группа людей, которые называются коины, потомки семьи Аарона, и вот они избирают очередного главного кумана. Есть пророк. Я не очень понимаю, с чем бы сравнить его в современном обществе, но очень плохое сравнение сравнить его со средствами массовой информации. И тем не менее, это некая автономная ветвь власти, это человек, который, общаясь с Творцом, имеет право сказать царю, Давид, ты не прав, не рискуя при этом своей головой. Вот. И имеется царь, причем Мелых Исраэль, Мелых Исраэль, это тот, кто правит с согласия подданных. Да, то есть, его власть является не просто там, наследственной, или как-то, как-то, но он правит, потому что подданные согласны с тем, что он правит. И если подданные с этим не очень согласны, то происходит, например, такая вещь, как раздел царства на северное и на южное. Топ. Значит, дальше у нас там в Торе есть еще в книге Бамедбар разговор о именно выборности и демократичности наших дел, но это уже выходит за рамки нашей сегодняшней беседы. Всем спасибо за внимание, готов ответить на вопросы. Народ, у нас осталось немного времени, буквально 10-15 минут, но давайте обсудим, потому что, мне кажется, есть много всяких соображений. Кто-то хочет что-то спросить, выяснить? Ну, я не знаю, пока народ думает, я бы позволил себе сказать, смотри, я, честно говоря, вот я понимаю, как бы твою идеологическую направленность, да, даже сейчас, не касаясь государства Израиля, которые... Я про государство не говорю. Седор, сейчас не обсуждается вопрос, является оно демократическим или еврейским. Государство Израиля было создано людьми, которые закрепили это в качестве как бы главного закона страны, в качестве декларации независимости, где написано просто в качестве основоположения, что оно еврейское и демократическое. Каким образом это осуществляется? Ну, таким некоторым странным образом. Даже не про это. Мне кажется, вот про разведчиков как бы вся проблематика там, она... Это вот линия, которая повторяется, очень непонятная. То есть, с одной стороны, есть божественная воля, с другой стороны, Всевышний зачем-то пытается получить как бы, если так можно сказать, добро от народа... Легитимацию. Да, легитимацию. Зачем это надо? Тем более, если вездесущий, всесведущий и так дальше знает заранее результат. Если он знает результат, какой смысл было это делать? Отправлять евреев заведомо на 40 лет болтания и окружения по одному и тому же самому месту? Ну, вот как бы сама вопроса непонятна. Теперь дальше. С точки зрения разведчиков, насколько я понимаю, ну, как бы даже вообще не говоря о том, что терминология демократ, никого народа не было. Они послали группу. Эта группа, она была с точки зрения военной. У нее была некоторая, как посылают, есть МОДИН, собрать разведданные. Окей, это было вполне нормально и понятно, так делает любая армия. Они пришли, собрали. Потом они стали лоббировать некоторую идею. Они же не сказали народу, давайте вернемся. Они предложили, они вообще, более того, они народу рассказали правдивую картину. Они сказали, вот то, что мы видели. По-видимому, насколько я понимаю, единственное и самый главный их прокол заключался в том, что они как бы поменяли свою роль вместо того, чтобы прийти и доложить разведданные. Честно сказать, вот мы видели раз, два, три, четыре, пять. Вот мы вам поднесли бесчестные доказательства. Решайте сами. Вот это было типа там народное мнение. Они вместо этого как бы подвели народ к некоторому решению о том, что это невозможно. То есть они сделали вывод. И вот по-моему, то, что ты сравниваешь во всяком случае с известной нам схемой разделения власти, это, по-видимому, то же самое, если бы армия, армия, она вместо того, чтобы предлагать варианты решения проблем или варианты действий для политического руководства, она бы, например, сказала, надо действовать так и заменила бы с собой политического руководства. Данную точку политического руководства, по-видимому, это Моша и стоящий за ним Всевышний, они как бы взяли на себя другую роль и, по-видимому, за это были наказаны. Они хотели узнать мнение народа. Вот пошли себе мужи, говорит Всевышний. Хочется узнать мнение народа. Не хочется диктатором быть. Хочется, чтобы народ сам... И по-простому опять я говорю, по-саму-капросу не понять, зачем вообще было их посылать. Если Всевышний гарантирует, что все будет захвачено, все будет нормально. То есть, есть как бы страховая фирма, которая говорит, я вам вот страховой полис, все будет отлично, положитесь на меня. Зачем тогда, зачем как бы проверять? Ну, действительно, ключевое слово «шлах лэха» это тебе. Тебе это надо посылать. Да-да-да. Ну да, это та же история, как со скалой. Понимаешь? То же самое. Вроде сделал все, как сказали, а получилось наоборот. Ты ударил, да. Ну да, то есть, по-видимому, можно предположить, что Всевышний предполагал, предполагал, что либо в ошеи весь народ скажет, да нет, зачем посылать? Мы как бы на тебя надеемся, все нормально, ничего посылать не надо. Мы идем с закрытыми глазами. Но вся эта вот идея посылки, она непонятна. 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 И более того, непонятно развитие дальше сюжета. Мы же знаем, если уж сравнивать с современным Израилем, потрясающее сравнение, да, это все знают. Меня в свое время это дико поразило. Знаете, что после вынесения решения о том, что это поколение все погибнет в пустое и не все, народ схватился за голову, понял, что прошел дикий прокол, вынесен смертный приговор этому поколению, да, и народ решил прорваться и сражаться. Ему же сказал, нельзя, с вами нету все вышли, они говорят, нет, все, как их называют, называют, мы опилим. Да. А что на слуху, что людей, живущих в Израиле, что такое мы опилим, что такое опала. Это, так мы, так назвали, так назвали, несведущие, в кавычках, сионисты, социалисты, так назвали известный период, нелегальной эмиграции, эмиграции, назвали это потрясающим образом. По-видимому, они вообще, наверное, у них был даже непростой пшат, а у них был как бы глубокий комментарий, когда это худспа работает, а когда не работает. Ну вот как бы. Ну, они все в Ешивах учились, между прочим. Ну, кто-то учился, кто-то из них потом это уже просто прилагал. Бенгуре он учился. Окей. Ладненько. Тогда время переходить к Горелику. Ну да. Есть у кого-то еще вопросы по прошедшему материалу? Гунтерас, Игорь, Марк, пожалуйста. По-моему, тема потрясающая, очень как бы, очень непонятная. История с Мераглим, она очень непонятная. Непонятная. Мераглим, кстати, это разведчики. Слово Регель, ноги, то есть люди, которые ходят ногами и как бы выискивают, смотрят. Мерагель. Так и на сегодняшний день шпион называется Мерагель. Мерагель. Окей. Все? Ну, хорошо. Спасибо доктору Ленинсу. Было замечательно, интересно. Сейчас мы, вот я останавливаю запись на этом. Продолжение следует...